Это была планетарная слава. За два года Гагарин побывал в 30 странах. В Англии. На машину устанавливают спецномер Юрий Гагарин-1. На Кубе. Под тропическим ливнем толпы людей по колено в воде ждут своего кумира. А это уже выступление на кинофестивале в Москве. В первом ряду знаменитая актриса Джинни Лалабриджида. Для звезд мировой величины он был суперзвездой. Если у вас семейного человека, отца двух детей послали в космос, значит правительство СССР и вы были уверены в том, что полет кончится благополучно. В этом вопросе я бы хотел заменить слово «послали» на слово «доверили». Поехали! Первый полет в космос кардинально изменил жизнь на планете. И в первую очередь Юрия Гагарина, который еще несколько мгновений назад был никому неизвестным лейтенантом, родом из российской глубинки. Здесь вот гагаринские пластинки. Они здесь помечены вот буквой «Ю». Это личные от Юрия Гагарина. А-а-а! Боже мой! Заработал! Домик на окраине деревни Клушино Смоленской области, где и жила семья Гагариных. Сегодня это музей. Здесь в 41-м семью застала война и полтора года оккупации. В доме расположились немцы. Гагарины ютились в маленькой землянке. Юре тогда было 7 лет. Жилось в семье Гагарина в землянке нелегко. Печка топилась почти полными днями, по-черному. Пол был земляной. Спустя полвека, анализируя биографию Гагарина, друзья находят массу необъяснимых совпадений. Словно всю жизнь его кто-то вел по дороге к звездам. В 1954-м студенту саратовского техникума Юрию Гагарину дают задание подготовить доклад о космосе. До полета еще 7 лет. Юра действительно делал доклад о вкладе Циолковского в развитие сущности летательных полетов человека. Вот он там сделал, ну и мы забыли. А потом, когда уже надо было раскрутить и понять, что и что, он вспомнил, что сделал и говорит, может быть, он там заложили камушек. Его жизнь – жизнь звезды, яркая и короткая. 9 марта 1968-го он только отметил свой 34-й день рождения, а 27 марта трагически погиб. 45 лет прошло с тех пор, а ответа, почему разбился самолет, так и нет. Для космонавтов первый месяц весны традиционно гагаринский. Они ежегодно приезжают на Смоленщину. Человек, который не помнит вообще, что было до этого, он вообще не поймет, что будет в будущем. И что интересно, чем не больше мы говорим о нем, чем не больше собираем сведения, каждый раз получается что-то новое и новое. О, молодцы! Вот так там. Как и много лет назад, имя первого космонавта планеты в эти весенние дни снова звучало и в Англии. Памятник Юрию Гагарину установили на территории знаменитой обсерватории в Гринвиче. Там, где проходит нулевой меридиан, теперь пересекаются географии Земли и космоса.